Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Мы продолжаем нашу беседу о Нагорной проповеди. Лекция записана специально для портала экзегет.ру. Меня зовут и романах Ириней Пиковский, преподаватель Священного Писания Нового Завета, Средницкой Духовной Семинарии. В прошлой беседе мы говорили о заповедях блаженствах, говорили о том новом толковании Ветхого Завета, которое несет Иисус Христос в Своем Слове в Нагорной проповеди. В первую очередь мы рассматриваем текст Нагорной проповеди по Евангелию от Матфея. Шестая глава Евангелия от Матфея начинается словами о милостыне, о молитве и о посте. В этой трехчастности есть определенный символизм, как и в многих других цифрах, которые употребляет евангелист Матфей. Будучи иудеем, он обращает большое внимание на гармонию чисел. У него родословный Иисус Христа распадается на три части, в которых перечисляются те предшественники, прародители по плоти Иисуса по 14 родов. У евангелиста Матфея весь текст его Евангелия делится на пять частей. Есть какие-то логические части и в самой Нагорной проповеди. Три по три — девять заповедей блаженств. Три умножить на два — шесть антитез Нагорной проповеди. И, наконец, вот этот трехчлен — слова о милостыне, молитве и посте. И, следом, в этой гармонии чисел должна быть какая-то мудрость, должна быть какая-то символика, которая помогает нам за числами увидеть акценты, увидеть, что же стоит в центре, что главное, о чем нам сообщает Иисус Христос. И вот одним из таких главнейших центров всей Нагорной проповеди является молитва. Молитва «Отче наш». В прошлый раз мы говорили о милостыне. С нее начинается, как я уже сказал, шестая глава. Господь говорит о милостыне следующим образом. «Смотрите, не творите милостыни ваши перед людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». В этих словах, как и в последующем молитве «Отче наш», уже звучит обращение к Отцу Небесному. В отличие от Ветхого Завета, где обращение к Отцу, то есть обращение к Богу как Отцу, звучит всего три раза. В отличие от раввинистической литературы, от литературы межзаветного периода иудейских учителей, Иисус Христос к Богу неоднократно обращается со словами «Отче». «Отче наш» или «Отче мой», «Отец ваш» – такие слова мы неоднократно встречаем на протяжении четырех Евангелий. Слово «Отец». Слово «Отец» по-гречески «патор», отсюда «папа», восходит, по всей видимости, в устах Спасителя к арамейскому «Авва». В литургической формуле «Авва Отче», которая зафиксирована в посланиях к Галатам и Римлянам, по всей видимости, эти два слова уже в ранней церкви употребляются в качестве некой параллели. Итак, «Отец», «Авва». Как я уже сказал, это слово по отношению к Богу Отцу почти не употреблялось, как и практически не употреблялось обращение к Нему как «Отец мой». Нет в раннем иудаизме обращения к Богу как «Отцу моему», но используется обращение как «Отец наш» или просто «Бог». Итак, «Авва» — это слово по мысли современного немецкого исследователя Иохима Иеремиаса восходит к тому взаимоотношению между детьми и родителями, которое понятно каждой семье. Это очень простое слово «Авва» напоминает даже детский лепет. Самая простая фраза, которую легко выговорить. В одном из мидрашей в тексте «Комментария на Ветхий Завет» раввинистического иудаизма есть история, в которой действительно обращается один из учителей к Богу как «Авве». Но в этом очень кратком повествовании о неком хани-ни-ха-них-ба скорее учитель приспосабливается к языку детей, чем детская фраза, которая становится терминологией для взрослых людей. В мидраше есть такая фраза «Как ученики сынами называются, так и учитель называется отцом». Итак, если во взаимоотношениях между родителями и детьми, если во взаимоотношениях между учителями и их учениками было позволительно употребление этой терминологии «сын» и «отец», то по отношению к Богу мы такое встречаем редко. Иисус Христос снова словно переворачивает сознание своих слушателей. Он неоднократно обращается к Богу как отцу, как Авве, а учеников усыновляет отцу, говоря о них как о его братьях, сёстрах, сыновьях Богу. Итак, в обращении к ученикам «Смотрите, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного», мы видим какой-то новый разговор о том, к кому мы обращаемся, кто такой Бог по отношению к нам, каковы его качества, свойства, свойства, мы бы сказали, даже больше любви по отношению к роду земному. Молитва. В Евангелии от Матфея молитва «Отче наш» предваряется такими словами. «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на улицах ваших, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь, помолившись отцу твоему, который в тайне. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец вашей, в чем вы имеете нужду». Молитесь же так. И дальше следует молитва «Отче наш». В этой очень длинной преамбуле обращения к ученикам мы видим несколько очень важных принципов. Первое. Молитва должна быть не на показ. Очень важно внутреннее состояние молящегося, его духовный настрой, его чистота сердца, его желание творить добрые дела, о чем мы говорили в прошлой беседе. Он втайне творит милостыню. Ученик Христов втайне, в клете сердца своего, зажигает свечу молитвы. Не говорите лишнего. Вряд ли можно назвать молитву «Отче наш» малословной. Эта молитва богатая на слова. В ней есть очень много образов, очень много духовных принципов, о чем мы можем с вами сказать дальше. Следовательно, когда Господь упрекает окружающих людей в многословии, вряд ли Он их упрекает в том, что тексты молитв были продолжительными. В Ветхом Завете мы дойдем к молитве гораздо более длинной, чем молитва «Отче наш». И в литургической христианской практике древние анафоры, то есть сердцевины литургии, центральные молитвы, приложения святых даров, были достаточно продолжительными. Следовательно, акцент Господь делает на слове «лишнее». То есть мы должны молиться о том, что ведет нас к небу, а не о том, что лишь на время устраивает наше земное бытие. Итак, мы видим, что и в современной практике православной церкви текстов молитвенных обращений к Богу много. Много разных форм, много разных жанров молитв. И некоторые молитвы, каноны, акафисты достаточно продолжительные. Но если присмотреться, то мы увидим, что особенно в древнейших текстах православного богослужения практически все они говорят о том, что душу нашу должно возвести на небо. И очень мало о том, что нас окружает здесь и сейчас в эту минуту и с какими проблемами мне хотелось бы справиться сегодня. Вы найдете мало специальных молитв, которые посвящены всем тем аспектам житийских нужд, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Ну, как украсить дом, что сделать, чтобы прошла телесная боль, как навести порядок в семье, на работе, выстроить свою карьеру, достичь успеха, сделать так, чтобы в бизнесе без проблем совершались дела. Нет этих текстов. Или, вернее, есть намеки, но не этому посвящены молитвы. Они посвящены тому, чтобы человека сопроводить, направить, возвести к небесному царству, его осветить, одухотворить. Итак, молитва не должна быть бездушной, пустой, при которой остается только одно многословие. Следовательно, «Отче наш» — это образец не предельной краткости, но предельной возвышенности. Текст молитвы «Отче наш» не исключает другие формы словесных обращений к Богу. Мы видим, что Иисус Христос разными словами в разных контекстах обращается к Отцу. Обратите внимание при случае на 17 главу Евангелия от Иоанна на так называемую первосвященническую молитву. Она отличается от молитвы «Отче наш». Следовательно, Иисус Христос не только эту молитву предлагает, но эту молитву Он дает ученикам в научение как образец. Итак, «Отче наш» — сущий на небесах. Мы составляем некую общую семью детей Божьих. Мы христиане, Церковь Христова. И мы сострадаем друг другу. Боль одного из членов Церкви, боль каждого из нас. «Отче наш» — это молитва не только за меня лично, но и за всех тех, которые нуждаются в молитвенной помощи. Это молитва за все человечество. Как ни парадоксально, но в православной практике, особенно в практике монашеской келейной молитвы, даже тогда, когда употребляется местоимение «я», ну, например, «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного», под словом «я» может подразумеваться не только моя личность, но скорее подразумеваться и все человечество, с которым я един по плоти. Такое толкование мы можем найти к молитве Иисусовой у преподобного Силуана Айфонского, который в практике своей личной молитвы, Иисусовой молитвы, обращаясь к Богу «помилуй меня грешного», молился за все человечество. Об этом же говорил и старец Сафроний Сахаров. Итак, «сущий на небесах». Мы обнимаем человечество своим сердцем, все человечество пытаемся в свое сердце вместить и обращаемся к нему как к сущему на небесах. Это очень нехарактерная фраза для периода I века. Имя Божие вслух не произносилось. Но евреи употребляли те или иные метафоры или образы, чтобы обратиться к тому, которого мы называем сущим, то есть к Богу. Мы отрешаемся от всего земного и ум свой возводим к горе, к тому, который в нерукотворенных храмах живет, но обитает там, на небесах. Понятно, что под словом «небом» подразумевается не особое пространство над земным шаром, но некая иная реальность, некий иной модус бытия. Бог близок к каждому из нас, но отстоит Он от нас не местом, но природой. Он иноприроден нам. И вот там, в месте, где Он обитает, в месте Своей славы и блаженства, и мы стремимся оказаться. И как человек двухприроден, Он имеет душу, которая отлична от тела, так и Бог, воплотившийся Иисус Христос, двуприроден. Мы видели Его телесно, осизали, руки наши, пишет Иоанн Богослов. Но мы хотим взойти туда, где и Он, Иисус Христос, обитает с Отцом. Зайти туда, куда Он вознесся с телом. И вот к Нему, к Сущему на небесах, мы тянемся всей своей человеческой природой. И обращаемся к Нему со словами «Сущий на небесах, досветится имя Твое». Неужели Бог не свят? Он свят всегда. Он всегда пребывает в своей святости и в своей славе. Но мы очень хотим, чтобы Он в нас засиял миру. Мы очень хотим сами стать исполнителем моего воли. Мы очень хотим, чтобы имя Божие в нас, христианах, не хулилось, но прославлялось. И об этом мы просим в молитве «Отче наш». «Да придет Царствие Твое». Мы видели через евангельское повествование, что ученики однажды уже прибыли в присутствие этого Божия Царства. На какой-то короткий момент на горе Фавор им открыл свой цвет и славу. Они пребывали с Ним в момент Его вознесения на небо. Вполне возможно, что, находясь рядышком с Ним, апостолы уже ощущали радость, блаженство, пребывание рядом с Мессией. И Он говорил им, что придет второй раз со святыми своими ангелами, что Он их привлечет к себе. В какой-то иной день их возведет в жизнь будущего века. Неужели это говорит только лишь о некой будущности, о том, неизвестно когда, приходящем дне второго и славного Христового пришествия. Во многих святоотических толкованиях древности мы видим, что христиане первого-второго века напряженно, с усилием ждали, что вот это небесное царствие, оно вот-вот случится, вот-вот снова Христос вернется. Это мы видим и в посланиях апостола Павла, это мы видим и в толкованиях церковных писателей Древней Церкви. В Откровении Иоанна Богослова есть такие слова. «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». В этих очень ярких словах звучит ожидание, надежда, что вот скоро придет Господь и все расставит по своим местам. Писатель II века Тертулиан замечает на эти слова «До преди царствие твое следующее». «Царство, которое мы у Него и спрашиваем, есть конец времен, исполнение веков. Мы молим Его о скорейшем наступлении этого царства, следовательно, и о недолгом задержании нас в рабстве. «О, владыка Господи», пишет Тертулиан, «ускори пришествие Твое, не отлагай царствие Твоего». Всем состоят желания христиан. «Для Твое царствия мы страдаем, о Твоем царствии мы молим Тя». Однако, когда с движением времени стало понятно, что Господь замедлил, Он дает шанс человечеству еще покаяться. Он не пришел, и вот уже пришло две тысячи лет, и мы все по-прежнему живем в ожидании Его скорейшего прихода. Появилось второе толкование, которое равно и первому. Да, мы ждем Его небесного царства, но мы просим Его, чтобы Духом Святым Господь воцарился в нас уже сейчас, чтобы мы уже пережили, стали в преддверии и испытали хотя бы немножко присутствие Его небесного царства в той благодати Святого Духа, которую Он нам дает через Церковь, через Таинство, через веру, через саму нашу жизнь, которая должна быть хождением под покровом Божьим, хождением в исполнении заповедей Божьих. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Воля Божия благая и совершенная. Богу подвластны все небесные силы. Небесное царство – это Его область правления. Неужели на земле правит сатана? Неужели мир разделился? «Князь мира сего царствует над людьми, а Бог где-то там на небе правит ангелами». Скорее нет. В толковании этих слов «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», мы обращаемся прежде всего к Отцу в отношении состояния нашего организма, нашей души, нашей личности. Воля – это то, что свойственно каждому человеку. Это свойство личности каждого человека. Но мы видим, что сами мы, порой бывает, не являемся исполнителями воли Божьей. Мы живем, как писал апостол, с двоящимися мыслями. Одна – осуждающая, другая – оправдывающая наши поступки. Мы живем с раздвоением воли. К одному притягивается наша страстная часть души, а о другом говорит наша разумная и умная часть души. И вот человек, как некое двухприродное существо, состоящее из души и тела, сам в себе конфликтует. Умная часть души стремится к Богу, а плотская нас притягивает к земле. Если умная способна, тянется, и уже вот-вот стоит в преддверии общения с Отцом, то плотская нас тянет назад, во зло, во грех, в царство сатаны. И вот мы просим Бога, чтобы Его благая совершенная воля всецело в нас воцарилась. И в небесной, то есть в духовной части нашей души, и в телесной, то есть нас всецело направило к Отцу, чтобы мы познавали волю благую совершенно, исследовали воли Божьей, не только по духу, но и по плоти. Итак, когда мы говорим о плоти и духе нашем, мы говорим и признаемся себе в том, что мы сами в себе составляем небо и землю, говорил Тертулиан. И поэтому, по мысли Тертулиана, мы хотим, чтобы была воля Божия в нас на земле, дабы исполнилась в нас и на небесах. Благодарю вас за внимание. Мы продолжим нашу беседу в следующий раз.